И поднимаем чуть-чуть повыше нашу лифу, и мы побежали через нас! И мы побежали через нас! Я снова здесь, в семье родной. Мой край задумчивый и нежный, Кудрявый сумрак за горой, Рукою машет белоснежный. 20 июля жители Богослова отпраздновали День деревни. Организаторы устроили разнообразные развлечения для всех возрастов. Праздник начался со сладкой вечеринки, где забавные персонажи «Няшка и вкусняшка» развлекали детей играми и танцами. Затем состоялся фестиваль красок, добавивший гостям в этот солнечно-июльский день множество впечатлений. К жителям обратился начальник управления по развитию территории Фриана Вогуднева Турбиной Гребнева Илья Яковлев. Он поздравил их с праздником и вручил отличившимся благодарственные письма и подарки главы городского округа Щелкова Андрея Булгакова. Я хочу обратиться к вам, уважаемые жители, и пожелать вам всем крепчайшего здоровья, благополучия, достатка и уюта каждой семье, каждому дому. Поздравил жителей и настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери священник Иоанн Коваленко. Всего наше действительно замечательное название его, само название Богослова происходит от имени Святого Апостола Иоанна Богослова. Все наши создавали, где он здесь был храм, и, конечно же, эта земля освещалась молитвой наших предков. День продолжился праздничным концертом с участием коллектива в Центре культуры и досуга Гребнева. Коллеги из ближайших населенных пунктов также присоединились к поздравлениям и поделились своими номерами. День деревни – это событие, которое объединяет всех жителей и гостей. И без творческой команды талантливых людей этот праздник не смог бы стать незабываемым. Организаторы смогли соединить в единое полотно все элементы торжества. Как работник культуры я могу сказать, что мне очень повезло, очень повезло, что я нахожусь в этой сфере и работаю в этой сфере, потому что здесь всегда работа такая очень яркая, всегда многогранная, всегда мы находимся в поиске и в развитии, придумываем что-то новое, генерируем. Дом культуры Богослова в этом году получил подарок. Здесь обновили парадный вход и начали ремонт сцены. Его планируют закончить к концу июля. Мария Синина, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.